Так, давай только не спи, оператор. Все в порядке. По голосу, по-твоему, я бы так не сказал. Сейчас подстроим, похоже, тут что-то, блядь, слишком светло как-то. Да не, норм, норм. Вот так, нормально, все. Друзья, всем привет! Это видео можно начать с того, что я рукожоп. Ну, бывает, да, бывает со всеми. В общем, приехала к нам сегодня аппаратура WPL версии 3 с двумя платами. Это дизельная версия и бензиновая версия. Ну, или наоборот, какая-то из них, в общем, дизельная, какая-то бензиновая. Но, друзья, но! Что я могу сказать сразу про аппаратуру WPL версии 3? Она хорошая, она годная, она бюджетная, она классная. Но защиты от переплюсовки у нее нету. В общем, я перепутал плюс с минусом. И одна из плат у нас немножечко вот здесь вот подгорела. И не работает. Поэтому, друзья, часть функционала версии 3 мне придется просто рассказать вам теоретически. Показать это, к сожалению, я пока что не могу, потому что, ну, одна из плат просто сгорела. Точнее, эта плата, вторая, нам нужна для того, чтобы показать вам всего лишь одну функцию. В принципе, я могу эту функцию показать вам на второй версии аппаратуры. У меня есть вторая версия с двумя также приемниками, с двумя этими модулями. Один бензиновый, другой дизельный. Вот. Значит, давайте разбираться, что же нового в версии 3 аппаратура от WPL. В комплекте у нас идут также наклейки. Те же самые, которые были и во второй версии аппаратуры. Отличие аппаратур. Основное то, что версия 3 имеет матовое покрытие. Довольно такое приятное, я бы сказал. То есть, это не просто матовый пластик, а это какое-то покрытие. Такое ощущение, что чем-то она покрашена. Как будто кинул, не знаю, по ощущениям, знаете, как велюр. Вот такое приятненькое покрытие аппаратуры. В остальном, все то же самое. Те же кнопки, те же настройки. Управление лебедкой сбоку. Оба канала пропорциональные. И тоже питается двумя пальчиками батарейками. Собственно, я так понимаю, что данный матовый цвет сделан, ну, наверное, для того, чтобы можно было отличить третью версию от второй версии. Чтобы мы могли даже визуально по фотографиям на том же самом Алиэкспрессе или в официальном магазине. Ну, в официальном магазине, понятное дело, а вот на Алиэкспрессе, когда покупаем, то продавец может, ну, немножечко обманывать. И чтобы такого не было, обращайте внимание, когда покупать будете третью версию аппаратуры, аппаратура должна быть вот такого матового цвета. Погнали дальше. По инструкции, по функционалу, какие здесь есть изменения. На самих платах есть небольшое изменение. Давайте возьмем вот рабочую плату от второй версии и рабочую плату от третьей версии. Аккумулятор подключается в верхний разъем, далее идет кнопка включения-выключения, далее разъем для подключения мотора. И здесь у нас, получается, идет свет, задний ход, по-моему, два поворотника левый-правый и передние фары. И подключается динамик во второй версии здесь, в третьей версии здесь. В принципе, все плюс-минус одинаково. Также отличия в подключении есть на этих вот коннекторах. На верхние коннекторы мы с вами подключаем лебедку. Причем, если она будет крутиться, вращаться, точнее, не в ту сторону, в которую бы вам хотелось, то просто поменяйте местами. Ну, переплюсуйте. Во второй версии аппаратуры сервомашинку мы с вами подключали в нижний разъем. И вот с этой стороны, со стороны антенны, у нас был сигнальный провод. А сервомашинку на коробку мы с вами подключали во второй разъем, то есть вот сюда по центру. И то же самое сигнальный провод был в сторону антенны. Здесь у нас все то же самое, сигнальный провод в сторону антенны, но отличие в том, что сервомашинку на руль мы с вами подключаем во второй, вот в этот разъем. а серву машинку на коробку передач подключаем в 3 то есть они немножечко ну поменяли местами два вот этих вот разъема на 2 сервы ну собственно вы если подключите сервы поймете на и просто переставите все что их местами далее друзья самое важное самое такое на мой взгляд полезное то что они сделали выход под внешний регулятор то есть теперь с данной вот этой платой с данной аппаратуры мы с вами можем использовать регулятор от 10 масштаба от 8 масштаба вообще любой регулятор который только у нас есть мы с вами можем использовать вот с этим вот вот этой платы и эта плата будет работать таком случае как приемник также еще как плата для управления сервой то есть получается у нас мотор будет подключен через внешний регулятор например вот такой да например вот регулятор 1060 хобби-винг который в стоке сразу влагозащитный который выдерживает спокойные 550 и моторы и 370 и моторы для него вообще не проблема и данный регулятор мы сейчас стали использовать на точнее для проекта в упал урал и и цешки и шиши и мы все собираем сейчас вот на таких регуляторов потому что они ну они с большим запасом они сразу влагозащитные бы поставил и и не паришься в принципе и вот с этим регулятором на цешке у нас пока что никаких проблем нет у нас в боксе стоит мы катаем но еще раз говорю если модель вас будет нагружена если будет 6 на 6 например и вы хотите мощный мотор тут до 370 поставить и хотите там грязи месить то конечно лучше использовать внешний регулятор например вот такой хобби винт эта плата эта плата она же у нас грубо говоря три в одном на даже на 4 в одном правильно это у нас и регулятор это у нас и приемник это у нас и блок света это у нас и блок звука сразу то есть у нас имитация звука работы двигателя бензиновая версия и дизельная версия причем на дизельной версии звук можно включить и выключить а на бензиновой версии есть регулировка звука громкости то есть там по внутри режима сейчас вам покажу как раз таки у нас бензиновая версия осталась жива дизельная сдохла но дизельная версия у нас есть 2 хочется версии аппаратуры блин за тех версиях мне кажется я могу запутать людей сейчас мы друзья очень просто версия 2 версия 3 много раз и говорю слово версия сам запутаться бою сейчас ладно продолжаем значит давайте кратенько еще раз по основным изменениям которые сделаны в этой аппаратуре у нас получается в третьей версии помимо того что они сделали выход под внешний регулятор что очень и очень полезно очень круто это им огромный респект то есть это своего рода получается теперь аналог бюджетной аппаратуры которые можно использовать со светом со звуком сразу для 10 масштаба для 16 масштаба для любого масштаба для 8 масштаба можно использовать данную плату как приемник и как простей простейший на блок света простейший блок звука например вот следующее изменение они сделали более плавный ход очень более плавную регулировку если можно так выразиться газа то есть теперь когда вы нажимаете на курок ваш отзывчивость модели будет более плавной то есть он вы можете на модели двигаться с лучшей плавностью все это делаем и покажем вам в следующем видео когда будем тестировать данную аппаратуру также они сделали стабильный сигнал потому что во второй версии были проблемы в некоторых в начальных наверно платах и мы вот на своей аппаратуре эта аппаратура версии 2 самая на первая партия еще мы вот антенку вынесли вверх и также антенну на приемнике мы отвели в сторону это нужно делать для того чтобы сигнал был хороший то есть нельзя антенну вот это укладывать вот в сторону платы чтобы она была на плате антенна должна торчать в сторону тогда сигнал будет стабильный ну и общем они стабилизировали здесь сигнал в третьей версии сделали плавность хода лучше плюс они добавили режим торможения двигателем давайте вкратце сейчас начали пробежимся по функционалу еще раз а потом я вам объясню вот этот вот режим значит нас на аппаратуре есть триммер для сервы колес мы можем с вами по триммировать положение наших рулевых колес у нас есть кнопка для включения и выключения света а также звука то есть и звук и свет выключается одновременно если мы с вами зажмем эту кнопку то по достижению трех или пяти секунд у нас выключится фары передние это тоже видео показывал если мы зажмем эту кнопку еще раз ту пару нас включатся нижняя кнопка эта кнопка переключения сервы коробки получается и и даже кнопка в третьей версии это кнопка переключения режимов с тормозом двигателя и без тормоза двигателя то и грубо говоря на двух ступке на одной передаче у вас будет работать коробка с тормозом двигателя а на другой передаче коробка будет работать без тормоза двигателя Ну и, соответственно, на одноступенчатой коробке передач у вас просто будет выбор режима, либо с тормозом, либо без тормоза. И также, если вы эту кнопку зажмете на протяжении 5 секунд, то у вас загорится тогда аварийка, загорится, будут мигать фары. Вы это тоже могли видеть в видео, когда мы цешку катали, у нас аварийка мигала. Если зажмете еще раз эту кнопку, то аварийка, соответственно, у вас выключится. Ну и далее, курок управления или рычажок управления лебедкой. Он полностью пропорциональный, чем сильнее вы его нажимаете в одну или в другую сторону, тем у вас сильнее и быстрее будет вращаться ваша лебедка. И также, друзья, еще режим, собственно, для которого нам нужно было две платы. Две платы. Это режим переключения, режим выбора использования моделей. То есть на одну аппаратуру вы можете привязать сразу два приемника. И при каждом включении аппаратуры и приемника ее нужно биндить. То есть, соответственно, вы включили модель, нажали кнопочку, у вас на модели будут моргать фары. Для того, чтобы аппаратура связалась с приемником, нужно нажать вот эту кнопочку. Загорается светодиод, он перестает мигать, и на модели у вас загорятся фары, они тоже перестанут мигать. Это значит, что аппаратура связана с приемником. И вот следующий режим, следующая возможность аппаратуры. Именно для этой возможности нам нужны были два вот этих вот приемника, скажем, для этой функции. И, к сожалению, эту функцию сейчас наглядно вам показать на третьей версии не могу, потому что спалили один из приемников мы. На приемниках есть перемычка. Вот здесь перемычка. Это выбор модель 1, модель 2. Соответственно, если перемычка воткнута в левую сторону, то это модель номер 1. А если перемычка воткнута в правую сторону, то это модель номер 2. И вы можете одной аппаратурой управлять сразу двумя моделями. Ну, по очереди, естественно. То есть, включили, например, цешку и включили, не знаю, 10-й масштаб, подключенный через вот эту плату. Зажимаете две кнопки, две кнопки вот эти вместе, ждете там 3-5 секунд, и у вас модели переключаются между собой. То есть, эта модель гаснет, у нее начинают мергать фары, а на этой модели фары загораются. Ну, если у него подключены, то есть, этот приемник начинает работать. Соответственно, если вы еще раз нажмете две эти кнопки опять на протяжении 5 секунд, вы переключитесь обратно на первую модель. То есть, понимаете, да, можно переключаться и можно одной аппаратурой управлять сразу двумя тачками. Это тоже удобно и это прикольно. Эту функцию, друзья, эту функцию, о ней я говорил о второй версии, она есть и на второй версии плат. То есть, смотрите, здесь точно такая же перемычка, если только у нас сбоку находится. Тоже первая модель и вторая модель. И на версии аппаратуры 2, второй, вы тоже можете переключать эти модели между собой. То есть, сжимает те же самые кнопки. Какие еще изменения я заметил в этой аппаратуре, пока поклацывал ее здесь до того, как спалил приемник? То, что она стала более отзывчивая на кнопки. То есть, ранее вот эта аппаратура, она как-то, ну, долго думала. То есть, приходилось там реально больше 5 секунд держать даже, чтобы там что-то сделать, там, аварийку включить или фары выключить. Здесь же просто мы нажимаем кнопочку, буквально там, мне кажется, даже меньше 5 секунд, там 3 секунды, и у нас сразу бах, там фары включились, выключились. Зажали кнопочку, там бах, у нас аварийка включилась, выключилась. И серва, там, переключается стабильно. То есть, на второй версии были иногда лаги, были глюки там с переключением, той же самой серва на коробку, здесь же все стабильно, все пока что хорошо. Ну и, естественно, что сигнал, дальность сигнала, стабильность сигнала, все это дело мы проверим далее в видео, но, ребят, скорее всего, немножечко попозже, потому что, потому что одну из плат все-таки мы спалили. Да. Хотя, можно, на самом деле, все это дело проверить и на одной плате. Давайте сейчас наглядно на примере цешки, или нет, не на примере цешки, цешку мы уже включали на второй версии, здесь, в принципе, все, ну, все работает, все это уже мы проходили, видео на канале есть, ссылочку оставлю и в описании про вторую версию аппаратуры, и в подсказке сейчас выскочит. А я хочу сейчас запустить 10 масштаб на вот этой аппаратуре, и также, если вдруг вы будете запускать 10 масштаб на такой аппаратуре, я сейчас дам вам несколько сразу же советов и рекомендаций. Ну и, друзья, наверное, самая большая рекомендация уже, и мой горький опыт, то, что не путайте провода местами при подключении. Да, возможно, это не очень удобно, что здесь вот такие вот разъемчики, и хотелось бы, конечно, другие коннекторы, либо сразу же припаянные сюда провода, например, ту же самую кнопку, но, к сожалению, пока что вот китайцы до этого еще не дошли, возможно, там, не знаю, в четвертой версии или в обновленной версии этой аппаратуры, они сделают, добавят вот эту кнопку все-таки включения, а не перемычку, ну, сделают здесь какие-нибудь другие коннекторы, потому что даже вот свет сюда подключать неудобно, да, у нас для света обычно вот такие же коннекторы, как и вот для динамика идут, и, блин, они вот сюда просто 4 штуки не влезают, друзья, я уже пробовал, приходится эти коннекторы вот так вот сломать в разные стороны, либо вообще просто свет припаивать. Давайте, друзья, попробуем, попробуем подключить наш 10 масштаб с регулятором от 10 масштаба через вот эту плату от ВПЛ. Значит, для того, чтобы это сделать на регуляторе, на проводе, точнее, от регулятора нам нужно вытащить красный провод, это провод питания, он нам не нужен, и подсоединить белый с белым, черный с черным провода, то есть сигнальный, и получается минусовой провод, оп, вот так мы это все дело подсоединяем, при этом при всем, друзья, то есть у нас получается отдельный аккумулятор пойдет для питания регулятора 10 масштаба, то есть двубаночный, большой, мощный аккумулятор для питания этого регулятора, причем регулятор этот у меня, по-моему, уже включен, да, регулятор включен, подсоединен к мотору, и сервомашинку, сервомашинку, соответственно, мы подсоединяем с вами, получается, в какой здесь у нас канал, во второй, то есть во второй канал, соответственно, и белым проводом, ну, либо желтым сигнальным в сторону, получается, антенна, то есть вот сюда, оп, все, подсоединили. Далее, если нам нужна лебедка, например, для 10 масштаба, которая точно такая же, как и лебедка для ВПЛ, я имею в виду, что она тоже на моторчике Н20 сделана, то лебедку мы можем подключить с вами вот в верхний разъем, ну, и, соответственно, серву для переключения коробки мы с вами можем подключить в нижний разъем, ну, здесь у меня коробки нету, поэтому сервы тоже нету. Так, динамик я включил, друзья, свет, не знаю, наверное, стоит, да, наверное, стоит найти какие-нибудь лампочки, какие-нибудь светодиоды, сейчас, друзья, я найду светодиоды и подключу их сюда все-таки. Взял кабину Урала, Урал у нас на ремонте есть, надеюсь, у него светодиоды работают. Включаем питание, да, только почему-то один светодиод говорит, так, блин, коннектор вываливается. О, смотрите, друзья, да, то есть, ну, наверное, лампочка не припаяна, там, вот, починим. Собственно, мигают светодиоды, получается, это значит, что у нас аппаратура не связана сейчас с приемником. Здесь тоже мигает, нажимаем кнопочку, все, аппаратура с приемником связалась. Если вдруг у вас, вот вы нажали и не работает, да, то есть, вот, здесь сейчас работает, но если я нажму, смотрите, эти кнопки, да, нажимаю две кнопки, оп, видите, фары выключились. То есть, сейчас модель неактивна, потому что я переключился на вторую машинку, ну, якобы, которой, ну, которой нету, но я на нее переключился. Для того, чтобы обратно вернуться на эту модель, нужно нажать опять две кнопки, и, смотрите, фары загораются, то есть, мы опять, этот аккумулятор отошел, то есть, мы опять на этой модели находимся. Вот, далее, звук работы двигателя. Давайте продемонстрирую, слегка дам газу. Я выключил его сейчас наверху, на верхнюю кнопку. Тихий режим, средний режим и громкий режим. После чего мы опять с вами все это дело выключаем. Далее, смотрите, как я и говорил, если эту кнопку я зажму, то фары выключились. Причем, видите, они сразу выключаются. На второй версии нужно было гораздо дольше держать. Еще раз зажимаю, фары включаются. Ну, соответственно, если бы были подключены габариты, точнее, не габариты, а поворотники. Кстати, одну-то подключим, тут же они есть. О, поворотник работает. Ну, один, да? И смотрите, если я зажимаю сейчас нижнюю кнопку, у нас работает аварийка. Еще раз зажимаю. Аварийка выключается. Ну, и как я говорю, еще раз повторюсь, отзывчивость. Вот эти кнопки стало гораздо лучше. Вот, друзья. И, соответственно, если бы у нас была сейчас отключена еще серва на коробку, то нажимая вот так вот на эту кнопку, мы по-саме переключали коробку с одной скорости на другую скорость. Все. То есть, верхняя кнопка звук, нижняя кнопка коробка. Две кнопки – это режим выбора переключения, точнее, от одной модели к другой модели, если вы используете два приемника сразу на двух тачках, например, по очереди, хотите покатать тачки свои. Собственно, работает ли это вся эта штука или нет? Смотрите, да, у нас все это дело подключено через внешний регулятор. И я хочу это, как бы, вот, все вот так вот взять сейчас в руки и немножечко газануть. Только газануть, наверное, в воздухе. Ну, как бы это сделать, я, честно, даже не знаю. Блин, вот это, конечно, удобно сейчас. Давай я подниму вас за рукой. Давай, поднимай. Оп, вкатывайте, эти руки отправляются. Аккуратно, стой. Так. Хватит. Выключим звук сейчас. Ну, или тихо сделаем. Тихо звук сделаем. И, смотрите, да. Все работает. Все. Так, сразу выключим. Оп, все, выключили. То есть, в этом режиме у нас получается, данная плата просто работает как приемник. Ну, и также еще она работает не только как приемник, она еще и питает серву. Ну, да, собственно, как приемник. Друзья, все правильно. Как приемник. То есть, что в обычном варианте, на обычной аппаратуре мы с вами серву включаем в приемник, что здесь мы серву подключаем в приемник. И плюс еще лебедку мы тоже подключаем здесь с вами, получается, на эту же плату. И свет мы подключаем с вами на эту же плату. И звук мы подключаем на эту же плату. То есть, ну, довольно универсальная плата получается для использования, для бюджетного использования именно. Потому что все-таки, ну, будем честными, Имитация света здесь не полная То есть нету стоп-сигналов Получается на этой плате Да, стоп-сигналов нету Все есть, кроме стоп-сигналов здесь А, задний ход, кстати, да, есть Лампочки заднего входа здесь есть А вот стоп-сигналов нету почему-то Но, как мне сказали китайцы, что это Ограничена возможность именно вот Плата, микросхемы, которая используется На данном, ну, на данном, как его назвать На данной плате Плюс у нас здесь есть звук, да, хоть и простая Но имитация звука Есть выбор между дизельным мотором И бензиновым мотором Плюс этот звук можно отключить, включить Ну, в общем, универсальная плата Функционал большой И за приемлемые деньги То есть я думаю, что стоит Версия третья будет так же, как и вторая версия А вторая версия на Алиэкспрессе стоила Порядка, там, полторы тысячи рублей Что, на мой взгляд, довольно-таки даже, ну, хорошо Нормальная цена пригодная Годная, точнее, для покупки И вообще, вот для нашего хобби Нам остается проверить Качество, надежность сигнала Стабильность, точнее, сигнала Если он стабилен, значит, это 100% хорошее бюджетное решение Для модели ВПЛ, да и не только И рекомендация по использованию этой платы С десятым масштабом будет у меня одна Друзья, если у вас стоит мощная серва На лебедку, например Либо мощная серва на поворот То не используйте питание с этой платы То есть, когда делаете внешний бэк Ну, я думаю, что те, кто, как бы, давно катают Десятый масштаб, те, кто в теме, они понимают, о чем я говорю А для новичков и сейчас постараюсь объяснить Бэк это стабилизатор напряжения Он используется для, обычно, мощных серв Для того, чтобы снять нагрузку с регулятора То есть, чтобы не использовать питание от регулятора Чтобы не использовать этот стабилизатор Бэк в регуляторе То есть, и здесь то же самое Если вы используете мощную серву, то вам нужно Сигнальный провод от сервы подключить Ну, и сигнальный и минусовой провод от сервы подключить сюда Соответственно, красный провод вытащить А запитать серву нужно через отдельный бэк Для того, чтобы питание шло напрямую с аккумулятора Ну, не напрямую, а через бэк На серву ушло питание А сигнальный провод у вас был от приемника И тем самым вы будете управлять сервой Ну, это только если у вас мощная серва И это только если вы катаете на десятый масштаб Для ВП, для 16-18 масштаба Можно без проблем использовать сервы Прямо сюда подключаете Ну, и говорю, это удобно, друзья, тем, что Сейчас вот все проекты я рекомендую И я строю на вот этих регуляторах Они влагозащитные, они надежные С ними ничего не происходит Все-таки вот эти народные регуляторы, которые были Они горят, они выгорают И если вы планируете строить там КАМАЗ 6х6 Урал 6х6 И планируете на нем грязи месяц Планируете использовать вот этот мощный мотор 370-й с двухступкой То лучше используйте вот такой регулятор В принципе, говорю, вот с этим регулятором Вот с этим вот, который здесь внутри встроен У нас пока что никаких проблем нету Но мы катаем его на Цэшке на 4х4 То есть и на 4х4 ходовой такой нагрузки Как на 6х6 нету То есть на 6х6 нагрузка гораздо больше Мы это видео про замеры моторов доказали Когда мы КАМАЗ катали И у нас там 3 или 4 регулятора подряд сгорели На этом КАМАЗе С этим бешеным мотором Также, друзья, еще стоит отметить Что данная плата Она вроде бы как влага защищена То есть смотрите, она сразу с завода Пролита, облита каким-то составом Такое ощущение, что смолой эпоксидной Либо может быть это КПТД Я не знаю Ну, друзья, в общем, плата С этой стороны Замазана, я так понимаю, микросхема Сверху покрыта лаком Ну и вот с этой стороны Как бы все основные компоненты Тоже чем-то залиты То есть я могу предположить Что плата у нас влагозащитная Но на всякий случай Лучше все-таки положить ее в бокс Чтобы он 100% Она у вас не замкнула И ничего с ней не случилось Конечно, жаль Жаль, что я спалил эту плату И что я не могу вам сейчас наглядно Показать вот эти режимы Но я думаю, что вы мне на слово поверите, правильно? Да и в следующем видео Я вот эти режимы покажу вам На второй версии аппаратуры А в дальнейшем, когда ко мне приедет Еще одна платка вот такая Я покажу вам и на третьей версии аппаратуры То есть в следующем видео Тогда у нас будут тесты Мы соберем тачку какую-нибудь Может быть Урал даже Может быть да, даже Урал соберем На вот этой вот Или нет Урал на острове будет тяжело Наверное, Ц-шку соберем Ц-шку, Ц-шку Урал Честно скажу, что просто не успеем Потому что очень много сейчас заказов Большая загруженность И Урал все-таки дольше Долго собирать Ну если только может быть Обкатку Урала какого-нибудь Ну в общем посмотрим, ребят Посмотрим, какая модель будет На то и поставим И покатаем Проверим на стабильность Третью версию аппаратуры Именно вот на дальность На стабильность Будет пропадать сигнал Или будет стабильный И по итогу Тогда уже сможем сделать Окончательные выводы И говорю Если сигнал будет стабильный Значит аппаратура Ну просто, блин Мастхев Реально Тешево И много функционала И приемник И регулятор И блок света И блок звука И еще и управление лебедкой Тут, ребят, смотрите Пять в одном получается Просто пять в одном За 1500 рублей Все, друзья На этом сегодняшнее видео Я заканчиваю Вроде бы как Все информации поделился Вроде бы как Весь функционал Для вас разложил Да и плюс Показал вам видео Наглядно Как все это дело Подключать Если у вас остались Какие-либо вопросы То пишите их В комментариях Под этим видео Задавайте их В нашей группе Вконтакте Я, друзья, желаю вам Всем удачи В одном из следующих видео Мы все это дело Затестируем Протестируем Ставьте лайки И всем пока На инструкции Подробно написано Что, как подключается И куда подключается То есть Перемычка для выбора Первой машинки Либо второй машинки Подключение Динамика При этом полярность Указана плюс-минусом Подключение Ближнего Света Ну, передних фар Подключение Задних сигналов Ну, заднего хода Да Левый поворотник И правый поворотник Далее Коннектор Для подключения мотора Опять-таки Реверса нету Ну, если мотор Крутится не в ту сторону И модель, например, едет назад Когда вы нажимаете вперед То просто поменять И местами здесь провода Кнопка Он-Офф Которую можно либо вынести Отдельно Либо просто Перемычку сюда поставить Или спаять их вместе Эти контакты И для батареи Те самые контакты Которые я перепутал Из-за чего у меня Собственно вышла Из строя плата Вот здесь, друзья Будьте аккуратны Защиты от Переплюсовки Здесь нету Поэтому Даже об этом Кстати написано Друзья Написано Написано Было Но я, к сожалению Не умеешь читать Да не то, что читать А я просто Боткнул по-быстрому И не заметил Что плюс-минусом Перепутал В общем аккумулятор Сюда Ну и далее Здесь у нас еще Снизу Видна антенка И нарисовано Как подключать У нас Лебедку В верхней Плюс-минусом Написано Но если лебедка Как я уже говорил Не в ту сторону Вращается То просто Поменять и местами Во второй Отделение Как во второй Канал Во второй Канал Именно как назвать Ну в общем По центру У нас подключается Серва Для поворота колес И в нижний Канал У нас подключается Серва Для коробки передач Да Вот Инструкция Понятная С другой стороны Написан Функционал Собственно Кнопок Ну я об этом Обо всем Уже в видео Сказал Технические Характеристики Здесь такие же Как и у Второй версии То есть Использование Двух и трех Баночных Аккумуляторов Я считаю Здесь лишним Будет Потому что Мне кажется Чересчур Нагрузка Будет идти Уже на всю Эту плату Поэтому Я бы не стал Использовать Технический Аккумулятор Максимум 2С Сюда Собственно Все остальное Одинаково Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...